Аппараты главное поставили А ни одной карточки в локацию не положили Вывод Со своими деньгами надо по лакшери ресторанам ходить Это вам не хухры-мухры Рабочий блендер, что же может быть лучше? Балдеж, эта фигня тоже рабочая И терка тоже Это пасхалка с отсылкой к фильму Рататуй Бутылочку шампанского, пожалуйста Держите, где вы видели такие размеры? Ну а не серьезно, морковное шампанское? Люди вам напомните, из чего вино делают? Привет, с вами снова я Настя И добро пожаловать на мой канал И в этом видео я сделаю обзор на новую локацию Модный ресторан, который добавили в деловой центр Как я и предполагала Кстати, хочу отметить, что теперь в деловом центре вообще не осталось ни одного пустого места Так что в деловой центр больше никаких локаций добавлять не станут Давайте изучим локацию поподробнее и для начала взглянем на ее ценник Стоит эта локация 2 доллара 91 цент Что в переводе на русские деньги будет 221 рубль Но я отчетливо помню, что когда я делала обзор на аркаду Я назвала немного другую цену, о которой мне говорили в комментариях В комментариях же мне писали, что локация стоит значительно дешевле И я не знаю, по-настоящему ли эта локация стоит 221 рубль Поэтому, возможно, у каждого свои ценники в зависимости от страны Ну и это двухэтажная локация, в которую добавили 9 новых персонажей Находится она в деловом центре, как я уже говорила Ну и здесь есть небольшие скриншоты с геймплеем Не все прогрузилось, но не суть Давайте перейдем непосредственно к обзору самой локации В общем-то, сразу скажу, что эта локация мне очень понравилась Потому что она классная и детализирована И здесь очень много рабочих предметов И сюда добавили цветочек, который уже когда-то давали на почте Так что, если вы его не получили, у вас есть возможность им воспользоваться Мне также понравились полотенца в рулонах Они выглядят очень мило Нам тут добавили вот такое вот морковное шампанское Ну, я не знаю насчет того, что это шампанское вообще или нет Но снизу меня это очень прикололо И также вот этот рояль, он реально рабочий На нем можно играть И там ноты, то есть выше и ниже, это существует То есть это не то, что какая-то рандомная мелодия Там реально можно что-нибудь сыграть Но это, конечно, все понарошку Но все-таки звук достаточно приятный Меня, конечно, очень поразили все эти блюда Они выглядят очень красиво Прям разработчики реально заморочились Потому что, чтобы придумать каждое из этих блюд Его нарисовать, его детализировать Это, блин, офигенно Ну и, естественно, очень трудно Также мне очень понравились пасхалки в этой локации Они очень прикольные, милые И, в общем-то, мне очень понравились Также вот эти маленькие хлебушки Это, наверное, багеты Ну да, такие мини-багеты Они мне прям очень понравились Выглядят мило Ну и также мне очень понравилась рабочая кухонная утварь Типа вот очищалки для овощей Терки Блендера особенно Там можно взбивать И прям реально соки делать Вот эту книгу, кстати, реально можно переносить куда-то И, в общем, можно даже с собой куда-то забрать То есть тут очень много вещей, которые можно перенести Которые можно использовать и так далее То есть вообще все очень круто Над этой локацией прям реально заморочились И, кстати, сюда добавили маршмеллоу Я очень этому рада Потому что, блин, ну представляете Настоящий маршмеллоу Я думала, что в току его никогда уже не добавят А, оказывается, его в итоге добавили И это классно Ящик для хлеба, который стоит в морозилке Мне понравился И как же я могла не упомянуть О этих обалденных картинах Которые висят над лифтами И также в разных залах То есть, блин, они просто офигенные Это произведение, искусство Это выглядит настолько классно, аппетитно Ярко, эстетично Я даже не знаю, как еще это назвать Это идеально Мне очень понравились эти картины Это просто лучшие картины за всю историю Токи Также мне очень понравилась детализация формы для персонала И наличие вот этих блюд с закрывашками И я только к концу обзора нашла такую штуку Которая может регулировать свет Я просто о ней совершенно забыла И поэтому просто большая часть обзора Была проведена вот в таком вот Достаточно затемненном свете Я понимаю, что этот обзор получился Недетальным, коротким и так далее Но мне кажется, вы и так уже все видели сами Так как обзор я этот выкладываю достаточно поздно Локация уже давно вышла Я просто сняла этот видеоролик Для того, чтобы поделиться с вами своим мнением Ваше мнение жду в комментах Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok